На этой неделе на официальном канале Киберпанка вышло очень много нового контента. Например же, продемонстрировали видеогеймплея с Xbox One X и Series X. Нашлись люди, которым это очень сильно не понравилось. Называли это мылом. Вот это. Вот это вот называли мылом. Хотя также есть люди, которые играют на Switch'е в третьего Ведьмака в разрешении 540 и вполне себе радуются жизни. Безусловно, картинка очень важна, но мне кажется, в картинке все-таки важен дизайн, а не количество точек в ширину и высоту. Очень хотелось бы посмотреть, как эти люди играли бы в какую-нибудь игру с очень плохим дизайном, но в разрешении 4К и 120 фпс, и вот чтобы они говорили по этому поводу. Также вышло закулисное видео с Киану Ривзом, официальный геймплейный трейлер и 6 саундтреков из предстоящей игры. Надеюсь, мы ее все-таки увидим 10 декабря. На сайте The Game Awards можно проголосовать за лучшую игру года. На этот раз список состоит из Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizon и The Last of Us часть 2. Победители мы также узнаем 10 декабря. Студия IO Interactive, который ровно 20 лет назад, то есть 21 ноября 2000 года, начали всех радовать серии игр про Hitma, на этой неделе анонсировали свой новый проект под рабочим названием Project 007. Как ясно из названия, это будет оригинальная история про Джеймса Бонда. Никаких подробностей пока еще нет. На официальной странице они также приглашают талантливых людей со всего мира присоединиться к разработке. Мне кажется, лучшая студия для этой игры не придумать, кому как не создателям Agenda 47 делать игру про Agenda 007. В Demon's Souls таки открыли дверь, которая не была в оригинальной игре, и нашли там комплект армора. Ну, нашли и нашли. Вышел новый трейлер к фильму Охотник на монстров с Милой Ёлочью главной роли, и на этот раз фильм опять перенесли, и теперь премьера в мире будет 25 декабря этого года, а премьера в России будет 14 января 2021 года. Этот трейлер уже больше напоминает игру, нежели предыдущий. Очень интересная новость от Apple. Они таки решили сократить с Нового года сборы с разработчиков с 30% до 15%. Но это будет касаться только тех, кто зарабатывает в год меньше миллиона долларов. А это на секундочку 98% всех компаний. Но есть большое но. Эти 98% компаний приносят только 5% всей прибыли с App Store. И разумеется, эти изменения никак не коснутся Эпигейма с их Фортнайтом. Гип Ньюил таки запустил Садового Гнома в космос на миссии Rocket Lab. На трансляции этого события можно было даже увидеть ачивку. Благотворительность этой акции заключается в том, что Ньюил пожертвует 1 доллар за каждый просмотр детской больницы в Окленде. В результате получилось около 250 тысяч просмотров. Выполнить такую ачивку мало кто может себе позволить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова